приветствую вас аноним жалко конечно что аноним хотя бы по имени но ладно смотрите вы описываете такую ситуацию что вот любовный треугольник значит ну со всеми вытекающими последствиями и соответственно вроде бы вы даже сами все понимаете да вроде бы но вот почему-то сделать все равно ничего не получает и я бы наверное сказал что это вполне себе нормально то что у вас ничего не получается потому что как вы сами сказали вас к мужчине тянут вот эта вот идея что вас к человеку тянут именно она является ключевой вы не очень понимаете что представляет из себя такого рода тяга судя по всему вы не очень отдаете себе отсчет в том почему вас к нему так тянут вот что именно вас тянут то есть понимаете вот в чем важный момент в том что тяга не бывает она ровном месте да то есть тяга это все таки больше вот про ваши ну потребности про ваше желание тяга это все таки больше про то вот в чем вы нуждаетесь вот про то что вы хотите вот про то что вы хотите вы про то в чем нуждаетесь вы в чем нуждаетесь вы вот и соответственно для того чтобы вам в этой ситуации разобраться нужно рассмотреть так сказать причины вашей тяга что ваша тяга из себя представляет что она эта тяга такое и вот когда вы увидите вот собственно свою тягу когда вы сможете может быть лучше ее понимать может быть когда вы будете лучше отдавать себе отсчет вот как раз в том что происходит да вот тогда ситуация будет гораздо лучше тогда вы сможете разорвать этот круг а пока пока у вас потребность да она вами руководит ну это нормально что потребность с вами руководить потому что это нормально что вы не можете человека отпустить из-за того что вот он вам что-то дает да что-то вот он вам дает и вы к этому тяготеете да вот это нормально то есть тут обменять себя обменяться не нужно но тонко-тонко в том чтобы вы были хозяйкой своих своих желаний своих потребностей да а не наоборот а сейчас к сожалению вот получается именно что наоборот а сейчас к сожалению получается краски краски такая история что история интерьер этом она участвует о-ом-ом-ом он у вас а по поводу того-о-о-о-о-о-о что значит когда вы человека познакомились в нашем этом покоторе он вам сказал что он живет женщина им на 7 или как женщина. Честно говоря, верится мне в это несколько с трудом, потому что, ну понимаете, вы позволили, да, втянуть себя вот в эту, скажем так, игру, да, его, и на мой взгляд, ну не могли бы вы не догадываться, не могли бы вы не догадываться о том, что он может от нее не уйти, да, или если бы вы достаточно принципиально, ну если бы вы достаточно принципиальны были бы в этом вопросе, вы бы сказали, ну хорошо, вот когда уйдешь, тогда и, собственно, поговорить, да, но вы ничего этого не сделали, и соответственно, позволили мужчине в этой ситуации вот диктовать условия, да, диктовать право, вот. Ну понятно, что хорошего в этом ничего нет, да, и быть не может, вот, сама ситуация не изменится тоже, вот, ну и вам, вам думать, что вы измените ситуацию, вы ее измените, ну, наверное, не нужно, не нужно. Ну, так все, да, потому что, пока у вас есть потребность, это, например, зависимость, вот, ну, ситуация не изменится, вот. И, как мне кажется, что мужчина, в том числе мужчина, он знает о том, что вы меня нуждают статус, я не думаю, что он трамбут знает такой, трамбут, такой злостный манипулятор, да, я не думаю, что он трамбут, такой злостный манипулятор, и вынашивает, и вынашивает, и вынашивает людей о том, как, как ему вот, эээ, ну, с двумя, с двумя женщин, женщинами, у нас отношения завести, я, честно говоря, так не думаю, вот. Вот, но я думаю, что он, эээ, как бы не любит нас, вот, я думаю, что он не любит, да, и я думаю, что он, эээ, не любит, эээ, ну, свою женщину, тоже, тоже, вот, с которой он живет. Я думаю, что он любит, эээ, если кого-то он не любит, то он любит, эээ, ну, наверное, в первую очередь, себя. Вот, что, в принципе, неплохо, неплохо, конечно, что он себя любит, но, как бы, ну, идея в том, что это делается в ущерб вам. Вот, по-общему, есть общее правило, по-общему правилу, если вы вступаете в отношения, где, эээ, ну, где не все закончилось и все, вот, то у вас заниженная самооценка, вот, и есть определенный страх одиночества. Вот, эээ, вы можете, конечно, с этим не согласиться. Еще я заметил, эээ, такой момент, эээ, вот, когда вы описывали, эээ, свои проблемы, я заметил, что вы говорите, что меня тянет к нему как к мужчине, то есть, вот, эээ, что это такое? Меня тянет, как, как к мужчине, эээ, к этому, к этому человеку. Вот это нужно распираться, потому что, ну, извините, эээ, то, что у вас хорошая, хорошая, допустим, совместимость, как вот у, ну, как у мужчины и женщины. Вот, это здорово, это прекрасно, это великолепно, но этого объективно мало. Объективно этого мало для того, чтобы, ну, того, чтобы выстраивать, эээ, такие вот качественные, качественные отношения. Потому что все-таки люди, они, эээ, ну, взаимодействуют, да, друг с другом, эээ, как, ну, как люди. Не как мужчина и женщина, да, а как люди. И, на мой взгляд, эээ, вот, если у вас здесь на, ну, на первый, на первом плане, на первый план выходит именно, вот, эээ, такая гендерная составляющая, то в этом ничего хорошего для вас и для ваших отношений, на мой взгляд, быть не может. Ну, потому что, эээ, очень сильно ограничивается, в таком случае, эээ, спектр, ну, спектр восприятия, да, то есть, то есть, вот, эээ, если подумаете сам, сам, вот, какие, ну, вещи вас объединяют. Эээ, ну, условно говоря, вот, что, что вас объединяет, объединяет. Эээ, это очень важный момент, для вас, понять, что вас объединяет мужчина, что между вами общего, вот. Ну, ну, кроме, ну, кроме, вот, кроме, кроме, кроме того, что вы, у вас хорошая, там, совместимость, да, эээ, значит, как мужчина и женщина. Вот, просто я хочу сказать, что этого мало, и то, что вы пытались с другими отношениями, ну, с другими мужчинами выстраивать отношения, ну, это тоже свидетельствует косвенно, правда, о том, что вы не воспринимаете мужчин, как, ну, как людей. Да, то есть, для вас, вот, ну, и какая-то вот такая вот гендерная составляющая на первом месте. Вот, и это может быть тоже, эээ, проблема, это тоже может быть, эээ, проблема, это тоже может быть причиной, по которой у вас ничего не получается. Вот, и, соответственно, когда вы говорите, что, знаешь, ну, вот, что я хочу от него уйти, но он, типа, мне не даёт, да, начинает ревновательный собственник. Ну, это же вы, по сути, это делаете, перекладываете ответственность за себя на него, то есть, вы боитесь, грубо говоря, вы боитесь, грубо говоря, его ревности, да, вы боитесь его ревности, вы не хотите, чтобы он ревновал, вот, и, соответственно, остаёт. Те-де-де-де. Опять же, эээ, наверное, эмотивирую, ну, наверное, мотивирую, эээмотивирую меня, да, тем, что, что у него есть ээээм, возможность, ваши, вот, потребности удовлетворить, у него есть возможности, ваше, ну, ваше желание как-то вот реализовать, ну, наверное, как я думаю, я, конечно, не уверен, да, но выглядит, по крайней мере, выглядит все вот так, в таком ключе, вот. Поэтому, ну, любовный треугольник по сути, по сути своей являет треугольником Карпмана, да, вот, ну, он решается, как правило, только путем выхода из этого самого треугольника, то есть путем выхода из такого вот, ну, грубо говоря, из состояния жертвы, с которым вы, на мой взгляд, сейчас находитесь, ну, как, в принципе, любой человек, который находится вот в треугольнике Карпмана. Про треугольник Карпмана вы можете сами-сами почитать в интернете. Это есть. Информация об этом в интернете имеется, можете почитать, она доступна достаточно скрыт. Вот. Ну и, соответственно, выходить из него тоже нужно. Как? Ну, начало мне нужно признать, что вы в этой ситуации жертвы, что вы в этой ситуации зависимый человек, который об этом не берете, но тем не менее, тем не менее. Вот. И дальше, собственно, что такое жертва? Это человек, который не берет ответственность, да, личную ответственность на себя такой человек не берет. Вот. Но фактически вы не берете ответственности за то, что вы хотите, да, то есть возрастает тягу, например, к этому мужчине, вы ответственность не берете. Вот. В этом направлении вам нужно работать. Можно вам помочь? Можно. Но для этого вот необходима терапия. Фикотерапия. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что помог.